Продолжаем наш выпуск. Знание, сила. Сегодня стартовал один из самых важных для учащихся школ города конкурс ученик года 2021. В интеллектуальную битву за почетное звание лучшего включились 15 муромских школьников. На этот раз площадкой для презентации способностей младых и целеустремленных старшеклассников стала 12 школа. С ребятами удалось пообщаться в нашей съемочной группе. Об этом титуле мечтает каждый конкурсант. Но получить его не так просто, как кажется. Необходимо набрать максимальный балл в четырех отборочных этапах. С близком ответить на непростые вопросы, выступить с речью на конкурсе ораторского мастерства, презентовать свое увлечение и провести мастер-класс у младшеклассников. В первую очередь это умение себя преподнести, раскрыть свой потенциал. Конечно, это умение общаться с людьми и умение презентовать себя на публике. Ну и, конечно, глубина того содержания, которое они представляют. Или это конкурс ораторского мастерства, глубина раскрытия темы. Если конкурс с детьми – этап, то это умение взаимодействовать с детьми, ну и в целом их погруженность в данную тему. Организаторы устроили школьникам настоящую проверку интеллектуального уровня. Конкурсантам пришлось изрядно поволноваться, чтобы верно ответить на 50 вопросов из различных сфер знаний. Но сдаваться никто не планировал, ведь каждый из них твердо уверен в том, что именно он достоин победы. Я могу на ходу что-то придумать, симпромизировать. Также я участвовал в Олимпиадах, занимал первые места в городе в Олимпиадах. Я отличный в школе, и многие от меня отзываются как о хорошем человеке. Мне нравится физика как предмет, изучаю ее. Также люблю играть на гитаре и хожу в театральной, занимаюсь в театральном кружке. Если на первый этап у школьников ушло полчаса, то во втором требовалось уложиться за три минуты. Осветить выбранную научную тему со всех сторон и показать ее значимость. В числе первых ритеров оказалась Елизавета Бирюкова, ученица 16-й школы. Девушка, которая с самого детства увлекается вокально-танцевальным творчеством, для конкурса ораторского мастерства выбрала непростую биологическую тему, показав, что способна блистать не только на сцене, но и в учебе. Я буду рассказывать про метод ПЦР-диагностики, который помогает проводить тесты, в том числе на коронавирус. Сейчас весь мир волнует проблема пандемии коронавируса, и метод ПЦР помогает проводить тесты на выявление коронавирусной инфекции, а также помогает в производстве лекарств и продуктов питания. Впереди их ждет еще немало испытаний. Оценка портфолио и открытый урок. Только потом жюри сможет с уверенностью назвать имена лучших учеников Мурома. Юлия Казакова, Александр Семенов. Наши новости.